Всем привет! И снова с вами я Ирина на канале Жизнь Польши Снолян. Сегодня выходной и мы с семьей решили пойти погулять и посмотреть новые достопримечательности города Свиноусти. Поехали с нами! Город Свиноусти является курортным городом. Тысячи туристов и раз разных стран приезжают сюда отдыхать на Балтийское море. Площадь города большая, 197 квадратных километров. По информации Викпедия численность населения в 2013 год составила 41 тысячу людей. На сегодняшний день, думаю, больше. Остальную часть города занимают леса, поэтому здесь воздух очень чистый. Город Свиноусти необычный по сравнению с другими городами Польши. Первое это то, что он находится на трех островах – Валин, Карсибар и Узнам. И чтобы добраться с одного острова на другой, надо плыть паромом. Самое главное, что он бесплатный. А пока плывешь, наслаждаешься красивой природой и вдыхаешь чистый воздух, который приносит тебе пользу и хорошее настроение. Второе это то, что он находится на берегу Балтийского моря. Третье это город, до войны принадлежал Германии. Все постройки и архитектура в городе и традиции остались с тех времен. В городе есть сеть немецких магазинов, и немцы до сих пор по выходным приезжают сюда скупаться, а также ездят на Балтийское море и просто прогуляться по городу. Также город находится в двух километрах от границы с Германией. Внизу есть ссылка, как мы с братом ездили на велосипедах в ближайший курортный город Альпик. Город находится в 100 километрах от столицы провинции Щецин, на поезде два часа езды, который в свою очередь признан самым экологическим городом в Польше. Город обустроен велосипедными дорожками, что очень удобно при передвижении по городу велосипедистов. У каждого водителя, вне зависимости на каком он транспорте едет, есть своя дорога и дорожные знаки. В городе есть очень много школ и садиков, все очень хорошо обустроены на высшем уровне. Много детских площадок с разнообразными развлечениями, красивая архитектура домов, много парков с фонтанами, цветами и цветочными клумбами. Также во всех парках и не только много скамеек для людей, чтобы каждый мог присесть и наслаждаться этой красотой. Красивая набережная, чтобы пройтись прогуляться. Также есть куда пойти и культурно отдохнуть. Вашему вниманию морской музей, маяк, морской форт, рестораны с доступной едой. Есть украинские, чтобы украинцы, живя в чужой стране, не забывали свою родину. Набережная с катерами, экскурсионными теплоходами. Каждый за доступную плату может прокататься по реке Свина. Специально обустроенное место для пикника. С бесплатными мангалами и столиками возле озера. С одной стороны лес, а с другой набережная речки. При этом, совмещая морской и лесной воздух, человек чувствует себя всегда в хорошем настроении. Есть прокат велосипедов, где каждый может взять велосипед и съездить в Германию. И очень многое другое. Словами не передать. Это надо видеть. Приезжайте и сами все увидите своими глазами. Поэтому, кому интересно, оставайтесь с нами. Всем хорошего настроения. Пока-пока.